В детстве я, наверное, был тем еще маленьким годенышем. Не могу утверждать определенно, ведь речь идет еще о годах, проведенных мной в детском саду нашего небольшого провинциального городка. Воспоминания из того возраста представляются мне записаны из кривых, написанных усердным кулачком трогательных букв, выведенных на истончившихся обрытых бумаги. Это такие вспышки об отдельных ярких событиях, какими их воспринимал только лишь мой формирующийся детский разум. Убежден, что именно из этих обрывков многократно переписанных полицейство и складывается калейдоскоп человеческой личности, каковой бы она ни была и какой бы она ни стала в итоге. Очаровательные детские воспоминания. Но есть среди них воспоминания и другого рода, очень темные. Позвольте угадать, какие есть и у вас. Каким-то образом детство совершенно обычных нормальных людей оказывается зачастую неистекающим источником как провизанных светом и теплом картинок, так и самых чудовищных кошмаров, что влияют на человека осознанно или нет до конца его дней, преследуя его и даже определяя его судьбу. Об одном из таких воспоминаний я и хочу вам сегодня рассказать. Мою детсадовскую группу в те дни объединили с другой, расположенной в другом конце коридора. Возможно, ремонт в помещениях нашей группы был тому причиной. Как бы то ни было, в временной группе стало вдвойне веселее. А у нянек и воспитательниц, надо полагать, прибавилось поводов для головной боли. В новой группе я познакомился с одни слишком общительной девочкой по имени Настя. У Насти всегда при себе была удивительная игрушка. Человечек, сплетеный целиком из прозрачных, но пожелтевших от времени трубочек от капельницы. То был закат страны советов. И у нас только начали появляться замечательные, яркие китайские игрушки, Имеющие, правда, свойства быстро ломаться в детских руках. Играть в поломанную игру юный водитель и строить форты из больших фанерных кубиков быстро надоело. А вот этот человечек сразу привлек мое внимание. Размером сантиметров 15 он был сделан, как мне тогда показалось, с удивительным талантом. Кто-то явно потратил много часов до плетения. Особенно много трубочек ушло на прямоугольник тела. Настя сказала, что человечка для нее сделал в больнице ее папа, когда она очень сильно заболела. Короче говоря, я захотел человечка сидеть. Однако Настя, девочка ужасно тихая и болезненная, способная целыми днями сидеть в углу и возиться сама по себе. Становилось по-настоящему опасно, когда речь заходила о просьбах дать поиграть с ее человечком. Я несколько раз подступался с предложениями обменять его на что-то из своих мальчишеских сокровищ. Но все пустую. И когда единственный раз попытался отобрать игрушку силой, оказался в медкабинете с кровящей головой. Тихая Настя одной побелевшей рукой цепилась в начавшего растягиваться человечка, а другой, не задумываясь, обрушила на меня игрушечную кухонную плиту, такую, знаете, с маленькими конфорочками, сделанную из металла. Помню, как медсестра обсуждала с воспитательницей необходимость наложения швов, пока я в голос ревел, сидя на покрытой клеенкой кушетке. Я отступился, но я не был бы маленьким гаденышем, если бы все закончилось на этом. У меня в анамнезе уже было как минимум две кражи, о которых я могу вспомнить, совершенные со всей доступной дошкольнику изобретательностью. Однажды в гостях я нашел в ящике стола калькулятор и забрал его себе. А по пути домой оторвался от родителей и скрылся в кустах возле дома. Там я вытащил батарейки и разбил экранчик камнем, после чего показал калькулятор маме, как будто только что нашел его под окнами. Так мне хотелось его назабрать. В другой раз я спер у одногруппника игрушку из киндера. Мне очень понравился крокодильчик, сидящий внутри яйца, которое можно было открыть. А самим крокодильчиком можно было рисовать. Одногруппник не хотел дарить или меняться. Что же, тем хуже для него. И я разработал план. Мне нужен был этот лептеный человек, но уже не для игры. В сонный час у нас всегда изымали все игрушки, оставляли их в шкафчиках для одежды, в прибальнике. В то время сборов на прогулку я запомнил, какой шкафчик принадлежит Насте. Кажется, на нем была нарисована малина. В один из тихих часов я отпросился в туалет. Дверь, которая находилась прямо напротив раздевалки. Не ушло много времени на то, чтобы пробежать до нужного шкафчика и достать человечка. После чего я закрыл дверь в туалет-умывалку и на всякий случай привалился к ней. Так как на двери не было никакого шпингалета. На моей голове все еще красовалась огромная шишка от того удара, знаете. Так что я с трудом подцепил хвостик трубочки и начал расплетать человечка. В тот же момент из спальни раздался дикий визг. Визг приблизился мгновенно. Я не понимаю, в какой скорость ей надо было бежать ко мне. И в дверь заколотились с такой силой, что я едва не упал. Но тут же собрался и уперся на кой ближайшую рапень. Я как мог быстро продолжал расплетать трубки. Она больно ударила меня и не будет ей больше вообще никакого человечка. Вот и все. Настя лежала как сумасшедшая, почти без слов. Слышно было только прекрати, хватит и не надо. Шквал ударов кулаками в тонкую дверцу стал просто непрерывным. Я закончил с головой и оторвал человечку обе руки. Настя тем временем, видимо, начала врезаться в дверь всем телом. Отчего каждый раз между дверью и косяком образовывалась большая щель. Хотя я и упирался изо всех своих детских сил. Крики воспитательниц только усилили ощущение неправильности происходящего. Да, я очень испугался, но был намерен закончить во что бы то ни стало. Этот вопрос мести или возмездия за ее несговорчивость. Кажется, они пытались оттащить девочку от двери. Я успел расплести верхнюю часть туловища игрушки, прежде чем взрослой силой открыли дверь и обволокли меня в спальню. Охлепевшую и кашлявшую Настю прижимали к палату в раздевалке. Так что я увидел только ее взлетающие и колотящие полноги. Еще я увидел красные разводы по всей наружной стороне, выкрашенной белой краской двери и шокированные лица, вышедших из спальни одногруппников. Красными брызгами был покрытый халат, неужели меня нянечки, а ее лицо стало каким-то плоским от ужаса. Я не понимал, что же там произошло. Не понимаю и сейчас, а догадки предпочту оставить при себе. Полу расплетенная игрушка осталась у меня, и никто ничего об этом не сказал. Взрослым было уже не до того. Я закопал ее в углу двора за верандой во время прогулки, после того, как понял, что не могу починить ее, как было. Настя не вернулась в группу, а потом нас перевели обратно в наше помещение. В воспитательницы ходили мрачнее тучи, а родители перешептывались в раздевалке. Шепотом же среди ребят распространялись слухи, что Настя сошла с ума от той болезни, которой болела раньше, а потом умерла. Совсем-совсем умерла. Вот и вся история. Вот и все, что я помню. Хотя я не готов сказать наверняка насчет того детского. Совсем-совсем. Понимаете? Не поставил бы на это, не пошел бы в вабанг. Классик, так, в шестом или седьмом, я перекопал весь угол территории своего старого детсада. Нашел и отмыл половину человечка, плетеного из трубок от капельницы. Сейчас он лежит у меня на книжной полке. Иногда, особенно когда напиваюсь, я беру его и разглядываю, кручу в руках. Уверен, сейчас я смог бы сплетти его заново, починить как было. Интересно, придет ли тогда за своей игрушкой девочка Настя? Начнет ли стучать в мою дверь? Продолжение следует...